всем привет с вами говорящие руки и это обзор на фигурку студия sirius 8604 автобот ход рот или в народе делюкс по цене voyager или убийца прайма тоже давайте быстренько перейдем коробки отделаемся от нее и перейдем к фигурке что у нас в коробке на коробке как всегда все красиво красивые принты блистер для фигурки и аксессуаров великолепный стенд как у всех студии сириесов инструкция и бумажка с какими-то надписями не на русском что же сразу же перейдем к фигурке для начала я бы хотел убрать вот это вот непотребство кто вообще так делает покажите мне этих людей кармад целом мне очень нравится так как я человек непридирчивый мне нравится очень много чего но я постараюсь рассказать о недостатках этого мини шедеврика и показать их вам насчет покраски можно сказать что все покрашено очень хорошо или не покрашена вовсе как например вот эта вот деталь которая способствует трансформации почему было ее не покрасить в цвет основного кузова остается загадкой можно придраться еще к одной небольшой детали если присмотреться можно увидеть чье-то лицо за стеклом автомобиля но это придирка придирка самое наверное то что мне очень сильно не нравится в этом автомобиле на открывается нам когда мы поворачиваем автомобиля к лесу передом а что мы видим неприкрытые колени почему дизайнеры не смогли реализовать какой-то бампер это тоже большой вопрос а ведь фигурка стоит как вояжер не забывайте что фигурку можно покатать в песочнице можно позвать корешей они принесут своих трансформеров можно будет построить им целый гараж и вдоволь поиграться наверное для сравнения возьмем несколько разных фигурок из разных линеек чтобы проследить тенденции возможно какие-то в предыдущем выпуске я уже говорил про фары что их прокрашивают они делают литыми как раньше но это персонаж мультфильма поэтому наверно простительно все таки если все налюбовались кармодом ход рода наверно перейдем к трансформации что нужно сделать для начала для начала наверно нужно изучить инструкцию но мы этого делать не будем потому что мы русские люди мы не читаем инструкции и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кулачки двигаются Дальше Артикуляция кисти В руки можно дать матрицу лидерства В поясе поворачивается на 360 Ножки вверх назад вперед назад Немножко есть ограничения здесь из-за конструкции колени, двойной сгиб, ступни вперед-назад и немножко в стороны. Для Deluxe, конечно, артикуляция очень хороша. Из фишек данной фигурки это дополнительные визор, очки. Как вам угодно. Выдвинули, надели. Очень, очень смотрится интересно. Из рук можно вытащить, кто бы мог подумать, пэк на 5 миллиметров. Ставить сюда циркулярную пилу. Кого-нибудь расчленить. Во второй руке у нас находится паяльник, чтобы запаять капу ноги, как в мультфильме 1986 года. Можно просто дать парню пушки в руки. В пушки можно вставить эффектики. Вот так он может стрелять по-македонски. Пиу-пиу-пиу. Можно эффект их вставить выхлопные трубы на руках. Не помню в мультфильме он стрелял из них или нет. Но у нас он будет стрелять. Еще у нас есть матрица лидерства. Хот роду запихать ее конечно некуда. Поэтому можно дать ему ее в руки. В целом, лично мне фигурка очень нравится. Я давно не видел таких качественных продуманных делюксов в плане трансформации, в плане артикуляции. И в целом фигурка очень похожа на свой прототип из мультфильма. Поэтому могу смело рекомендовать коллекционерам эту фигурку на полочку. Но тем, кто играется в фигурки, наверное, нужно быть осторожным. Потому что очень много мелких деталей. Дыр каких-то в робомоде нет. Все очень органично. Я очень рад. Прыгаю от счастья. Просто вы меня не видите. Я сзади камеры нахожусь. Ну, наверное, давайте сравним с делюксами. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Жмякайте лайки. Давите на колокольчики. Подписывайтесь на канал. Будем с вами разговаривать про игрушки. И не забывайте играть в хорошие игрушки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok